сижу я как-то у себя дома как обычно работаю на бирже и вдруг звонок кого-то миссию черти принесли здорово минус за твоя помощь слушаем баксы хочу купить можешь помочь мне ты говорил что можешь надо чем в америку собрался какая нахрен америка нафиг мне эта америка нужно кому я там нужен ты знаешь я слышал доллар скоро будет стоить 110 рублей а сейчас где-то 70 представляешь я прикинул на каждом баксе 40 рублей 10 тысяч долларов 400 тысяч а ты еще говорил что можно вроде как в кредит взять откуда ты взял что будет 110 да там чувак один он вроде в москва сити с галстуком умный наверное ты значит умный точно ну пошли ну и скажи сколько я баксов смогу купить на бирже и почем а сколько у тебя денег то есть ну где-то 600 тысяч на скребу так посмотрим ну сейчас доллар стоит 68 26 нормально я смотрел на рбк 69 может там комиссии большие да вроде нет комиссии открытие 0,1 процента я в процентах не понимаю ты мне скажи почему доллар обойдется на 0,7 копейки дороже слушай так это нормально 0,7 копейки это вообще ничего а сколько я смогу купить долларов на свои деньги так сейчас посмотрим 600 тысяч делим на 68.26 ну восемь тысяч семьсот девяносто получается а ты говорил что там кредит можно взять какой кредит сколько я смогу взять на кредит давай посмотрим ну смотри вот я зашел на квик здесь у меня поезды рубль 012 поэтому делим 1 на 012 получается 833 и умножаем эти 833 на твои 7 тысяч 890 долларов получается 73 тысячи долларов слушай круто получается если у меня 60 тысяч рублей я могу купить 73 тысячи долларов и заработать на них ну я и говорю слушай а кредит всем дают и что мне дадут конечно и я смогу снять все эти баксы не снять не получится сначала надо отдать кредит были это же если доллар вырастет до 100 рублей то я заработаю почти 3 лимона правильно но то если он до 110 вырастет да даже если до 100 вырастет все равно классно получается но он же все равно вырастет он всегда растет это только так кажется посмотри в конце марта доллар стоил 80 а потом упустился ну ничего значит надо брать а он упустился до 73 к середине апреля а потом начал подниматься ну и что то что очень много того народу начали брать по 73 а сейчас ну сколько сейчас 69 ну смотри те кто по 73 взяла сейчас в убытках но учти за кредит ты будешь платить за каждый день за каждый день начиная со второго я не понял что значит со второго а если в первый день взял и отдал то с меня не будут брать проценты не они возьмут совсем слушай но в течение дня доллар же вот так скачет я могу в течение дня купил продал купил продал купил продал можно так а то же самое только за кредит не надо платить и комиссия в разы меньше вот здесь подробнее но смотри чтобы взять фьючерс тебе нужно минимум 5200 сколько-то рублей то есть есть у тебя на счете 600000 ты можешь взять уже на 600000 600000 делим на 5000 получается 113 тысяч долларов понял я охреневаю слушай где ты раньше был вообще где ты же не спрашивал слушай научи меня как взять эти фьючерсы и я на все 113 тысяч возьму сразу я еще ни разу не видел чтобы доллар падал но не упадет он никогда и я заработаю это прикинь доллар подорожал на рубль я получаю что 100000 рублей на 2 рубля 200000 вообще круто научил меня как купить фьючерсы вот ты говоришь что он никогда не падал да я тебе точно могу сказать когда он упадет он упадет ровно в тот момент как только ты его купишь и он будет падать вот ты его купил и он начнет падать потому что так всегда бывает и я тебе точно могу сказать когда он начнет расти он начнет расти как раз в тот момент когда у тебя закончится терпение ты скажешь все блин я не могу надо зафиксировать убытки хотя бы на этом уровне и он тут же начнет расти и ты будешь потом говорить что это специально подстроили что брокер на специально ждал что ты купил продаж свои искать или там купишь свои несчастные 10 тысяч долларов или 100 тысяч долларов это не так на самом деле на бирже играют прежде всего эмоции и смотри если ты хочешь например купил он упал да на рубль так ты уже потерял сто тринадцать тысяч долларов Понимаешь, ты 113 тысяч рублей на каждом долларе по рублю, ты потерял 113 тысяч рублей. Он упал еще на рубль, ты потерял еще 113 тысяч рублей. И он упал еще там на 30 копеек, все, у тебя уже нет возможности не откупиться, ничего. Брокер тебе сначала начинает присылать письма, что пополни счет, пополни счет, иначе ты влетишь. А потом, когда тебе нечем пополнить уже, он просто берет и закрывает твои позиции, срабатывает ситуация margin call, брокер имеет право ограничить твои убытки, и ты теряешь половину всех своих денег. То есть у тебя убытки 300 тысяч, ты их зафиксировал, все, у тебя было 600 тысяч, стало 300 тысяч. Поэтому надо, прежде чем покупать доллары, надо быть точно уверенным, что они вырастут. Понял? А как это делать? Надо определять точки входа, понимать, когда входить, когда доллар именно начнет расти, почему расти. То же самое по нефти. Поэтому в этом во всем надо разбираться. Понимаешь? И если ты хочешь сам попробовать научиться, пожалуйста, пробуй, но я тебе предупреждаю сразу. Тебе придется за это заплатить вот такими вот жуткими убытками, тысяч по 400. Понимаешь? В этом надо разбираться. Слушай, ну может подскажешь что-нибудь, как мне все это освоить, а? Я тебе честно скажу, что самое лучшее, что я видел в интернете, это курс биржи для чайников. Это прямо на ютубе. Мужик очень четко рассказывает, как установить квик, как его настроить, как с ним работать. Понимаешь? Вот все эти графики, как настраивать, как во всем этом разобраться. И потом потихонечку он все четко рассказывает о том, как не потерять деньги. И начинать прямо вот с самых надежных инструментов. Это вот для чайников самое то. И вот ты проходишь и понимаешь, что ты уже во всем разбираешься. Поним? Ну вот посмотри, у меня есть QR-код от него. Так, сейчас попробую отсканировать. Демитков.юр.ком Ух ты! Модельный портфель. О, биржа для чайников. Есть! 7500. Слушай, недорого? Дорого? Ты же только что говорил, что можешь заработать 400 тысяч, а тут всего 7500. Ты потеряешь намного больше. Обаньки. Сейчас оплачу. Так, я оплатил, слушай, смотрю сейчас. Мне кажется, кто хотел подключиться. Мне кажется, или он на тебя похож, а? Ну кто-то может подумать, что вот ты, например, на меня похож. Ну и что? Мы же с тобой разные. Че, серьезно? Я похож на тебя? Ну тогда и он на тебя похож. Ну да, конечно. Ладно, понятно. Спасибо. Слушай, ну за консультацию ты еще нормально? Ну сколько дашь? Можно я тебя на карточку переведу? Да можно. Давай. Ну ладно, все. Спасибо. Ну давай.